Всем привет! Сегодня у нас расклад «Его мысли, чувства и действия». Этот расклад выбрали всем чатам девочки, прям единогласно. Всем хочется любви, нежности, ласки, узнать, чего он там удумал и так далее. Ну, раз хотите, то сделаю. Давайте приступим к раскладу. Кстати, в эзотерическую библиотеку добавил много новых аудиокниг, поэтому заходите, очень интересно. Итак, первый вариант — это у него мысли, это его чувства и это его действия. Так, поправим карту. Его мысли, девятка Пентакли, говорит, что он видит в тебе олицетворение успеха, независимости. И в его глазах ты тот человек, который умеет добиваться своих целей и вот знает, как управлять своей жизнью. И он думает, это настоящая женщина, которая вот наслаждается результатами своего труда и умеет получать удовольствие от жизни. и он восхищается тобой. То есть в его мыслях, ты знаешь, вот ты словно вот драгоценный камень, который сияет и привлекает внимание своей вот этой красотой, своей уверенностью. И он думает вот о том, как ты умудряешься вообще справляться с трудностями. Почему? Ты всегда выходишь победительницей. и это восхищение вот твоей самодостаточностью, но одновременно и некое чувство недосягаемости для него. То есть он чувствует, что ему трудно быть на одном уровне с тобой, потому что ты независимая, самостоятельная. И он размышляет о том, как вписаться в твою жизнь, чтобы не нарушить твой вот этот гармоничный мир. Его мысли о тебе, они полны уважения к твоей силе и восхищения тем, как ты умеешь заботиться о себе, о своих близких, и он очень хочет быть также близок к тебе. Ну, его чувство по пятерке кубков, да, она вот указывает на грусть и разочарование. Он явно переживает какой-то эмоциональный кризис, да, ну, скорее всего, у вас по этой карте были вот недавние конфликты или какие-то недопонимания, которые оставили вот глубокие шрамы на его сердце. И он чувствует утрату и боль. И это наполняет его душу вот этой горечью обиды. И эти чувства, они могут быть связаны вот с тем, что он жалеет о каких-то своих поступках, да, или каких-то словах, которые вот привели к нынешней ситуации о разногласии. Он чувствует, что что-то важное и ценное вот утрачено между вами. В его сердце очень много боли и сожалений, и он концентрируется на этом. Он вот не на том, что еще можно спасти или там исправить, да, а он именно концентрируется на сожалении. И эта карта, она еще говорит о том, что он очень сильно, глубоко переживает и не может пока преодолеть свои вот эти негативные эмоции. И в его душе сейчас, знаешь, огромное смятение. Он ищет способ примириться с самим собой и с тем, что произошло. Ну, а по его действиям, понятно, да, уже он в состоянии застоя. Он, знаешь, словно вот застрял между прошлым и будущим и не знает, куда двигаться дальше. Его действия, они сейчас парализованы. Он находится в состоянии ожидания. Возможно, вот он осознает, да, что нужно что-то изменить, но он пока не знает, что именно делать. То есть он не готов к каким-то решительным шагам. Он чувствует, вот что, вот эта ситуация, которая между вами, она требует глубокого переосмысления, да, и поиска новых каких-то подходов, но пока не знает, каких. Повешенный еще может также вот говорить на необходимость жертвы. он, то есть, может вот думать о том, что ему нужно пожертвовать, чтобы выйти вот из этого состояния. Но это должно быть что-то важное. И пока он, знаешь, вот он не готов применить это решение, и он зависает в воздухе, да, раздумывая и пытаясь вот найти верный путь. и его действия, они ограничены вот этими внутренними сомнениями, внутренними страхами, которые мешают ему двигаться вперед. сейчас в ваших отношениях сложный период, но это, соответственно, требует терпения, мудрости. Твои сильные вот стороны, которые он так ценит, да, они помогут тебе справиться вот с любой ситуацией. То есть он восхищается тобой, но сейчас ему тяжело из-за своих внутренних переживаний. Поэтому дай ему время, дай ему личное пространство, то есть уважай его личное пространство, чтобы разобраться в своих чувствах. Потому что иногда, чтобы найти путь вперед, нужно остановиться и задуматься. Знаешь, вот вспомнил человек, который вот потерял ключ, и искал его под фонарем в темноте. Потому что там светло, хотя он потерял, вообще в другом месте. Помнишь такое? Вот бывает, вот чтобы найти ответ, нужно искать в темных уголках своей души, а не там, где проще и привычнее. И вот этот путь, который вы ищете, ты же смотришь этот расклад, а значит тебе этот человек нужен и интересен, как бы ты там себя не обманывал, да? вы обязательно найдете свой путь. Прямо вот сто процентов, если ты этого хочешь. Поэтому не бойся. Жизнь, она всегда предоставляет какие-то новые возможности, да? И у тебя хватит сил воспользоваться вот этими возможностями. твоя вот эта независимость, да, которую нам показали карты, твоя сила, это твои главные козыри. Поэтому используй их, чтобы преодолеть этот трудный период и выйти из него еще более сильнее, сильнее, да, и вот увереннее в себе. Каждый кризис – это возможность для роста. Много раз про это говорю. Поэтому все у вас будет хорошо, но человек пока в повешенном. Ну, а мы с вами переходим ко второму варианту. Итак, это его мысли. Это его чувства. И это его действия. Ну, по императору он видит в тебе женщину, которая вот заслуживает уважения, да, заслуживает внимания. И он думает о тебе, вот как о человеке, с которым можно и нужно строить долгосрочные планы, да, строить крепкие отношения. В его мыслях ты для него центр стабильности, центр надежности. И он мечтает о том, чтобы взять на себя вот роль защитника и главы вашей вот этой империи. Его мысли, они связаны с тем, вот чтобы вот как создать для вас обоих безопасное будущее, да, устойчивое, стабильное. И он видит в тебе того человека, с которым можно делиться властью, да, принимать важные решения. И, кроме того, император указывает вот на желание, как сказать, структурировать, да, и организовать вашу совместную жизнь. То есть он думает о том, как наилучшим образом использовать свои ресурсы, возможности, чтобы сделать вашу жизнь вот комфортной, безопасной и так далее. И в его мыслях сейчас много планов, много стратегий, направленных на то, чтобы ваше будущее, оно было светлым и благополучным. Ну, а по королю Жезлов, он испытывает к тебе очень сильные и яркие эмоции. Король Жезлов, король огня, да, он полон страсти к тебе, энтузиазма. И для него источник вдохновения, энергии – это ты. И его чувства, они к тебе, знаешь, вот теплота, решимость, страсть. И он готов бороться за твою любовь и делать вот все возможное, чтобы ты чувствовала себя счастливой рядом с ним. по этой карте, его сердце, оно полно амбиций, полно стремлений. Он хочет вот для тебя быть лидером. И его вот эти чувства, они укрепляют его желание достигать новых высот. с тобой, конечно же. Король Жезлов – это же энергия и действия. И его вот чувства к тебе, они полны решимости и готовности действовать. Он хочет, чтобы ты видела в нем надежного и страстного партнера, который вот готов пойти на все ради тебя. по шестерке Пентакли, его действия, ну, он будет стремиться проявлять щедрость, заботу по отношению к тебе. И в его действиях будет много поддержки, будет много помощи. И он хочет делиться с тобой, с твоими вот этими ресурсами, даже не обязательно, это деньги, да, но это внимание, время и так далее. И он готов делать все, чтобы ты почувствовала его заботу, ты почувствовала его поддержку, то, что он рядом. Его действия, они направлены на создание гармонии и равновесия ваших отношений. И он будет стараться делать так, чтобы ты чувствовала себя комфортно и безопасно рядом с ним. Он будет оказывать тебе какую-то материальную помощь, помогать в решении каких-то повседневных проблем. Он хочет, чтобы ты почувствовала его надежной опорой, сильным плечом, за которым ты всегда можешь спрятаться, опереться и так далее. Понимаешь? Его действия, они будут говорить громче, чем его слова. ты мой юный друг. Вот стоишь на пороге важных изменений в ваших отношениях. Он видит, вот в тебе туске можно строить семью. Его сердце, оно, знаешь, наполняется страстью и решимостью, и хочет быть для тебя самым лучшим партнером. Он готов действовать, чтобы вот поддерживать, защищать тебя, чтобы ты обратила, как говорится, на него внимание в плане семьи. Понимаешь? Настоящая сила, настоящая любовь, она выражается в заботе. и он готов делиться с тобой всем, что у него есть. Это говорит, что он любит тебя, говорит о глубине его чувств, уважения к тебе. Он видит в тебе свою императрицу и хочет быть твоим верным императором. Его действия и забота, они станут для тебя вот этим источником радости и уверенности. Любовь – это же не только чувство, но это еще и действия, которые мы совершаем для тех, кого любим. И твой мужчина сейчас, он проявляет именно такие действия, ну или будет проявлять, показывая, насколько ты ему дорога. Поэтому цени его усилия и помни, что вместе вы сможете преодолеть любые трудности. ну а ты заслужила такого мужчину, если, конечно, его не отпинешь. Давайте посмотрим, что у нас у троечек. Так, это мысли, это чувства, и это у нас действие. Плохо, что пятерка жезлов. Ну, что поделаешь. Давайте с мыслей. Ну, он видит в тебе воплощение заботы, стабильности по королю Пентакли. Ты для него словно воплощение домашнего уюта. Да? Домашний вот этот, как сказать, надежный хранитель очага. И он думает о тебе, вот как о человеке, который умеет создавать комфорт, тепло вокруг себя. Он восхищается твоей способностью заботиться о близких, быть внимательным к деталям, да, создавать вокруг себя вот эту атмосферу благополучия. В его мыслях ты настоящая хозяйка, которая умеет вот управляться с делами, с любыми, да, будь то там работа, домашние обязанности, неважно. И он видит в тебе женщину, которая умеет распоряжаться ресурсами, да, там, деньги, время и так далее, и там подобное. И ты для него пример того, как можно быть успешной и в делах, и в личной жизни. И он думает о том, что ты та, с кем он построит надежные, прочные отношения, которые будут вот основаны на взаимной заботе, на взаимной поддержке. Его чувства к тебе, понятно, да, искренние чувства у него. Он испытывает к тебе настоящую любовь, преданность. Его сердце, оно полно нежности, полно заботы к тебе. И он чувствует, вот что ты та, с кем он разделит все радости, все горести, все медные трубы и так далее. Его чувства к тебе, они очень глубокие. Они очень искренни, и он готов поделиться с тобой всем, что у него есть. И в его сердце, как сказать, в его сердце вот живет стремление быть для тебя поддержкой и опорой. Он готов слушать тебя 24 на 7, понимать и принимать все твои эмоции. Его чувства, они говорят про его зрелость, про его устойчивое положение в жизни. Он крепко стоит на ногах, и он хочет с тобой быть рядом вот в любых жизненных ситуациях. Он хочет делить с тобой и радость, и печаль, и огонь, и воду, и медные трубы. И его любовь к тебе, она полна эмоциональной глубины и желания заботиться о тебе, понимаешь? его действия это пятерка жезлов, да, и мы понимаем, что ждет от него, как тебе сказать-то, ну, он немножко конфликтный с тобой будет, да, напряженный. то есть, он проявит в ближайшее время стремление к лидерству, да, соперничеству в ваших отношениях. То есть, у вас возникнут какие-то споры или разногласия, связанные с разными взглядами на какие-то ситуации. он будет стараться доказывать свою точку зрения. И это вызовет между вами немножко напряжения. Его действия, они будут направлены в этот момент на отстаивание своих позиций, да, на отстаивание своих убеждений. Он проявит упорство, там, настойчивость в попытках доказать свое. И пятерка жезлов, она вот показывает, что у вас будет временное напряжение, борьба за лидерство в ваших отношениях. Это может быть связано вот с его стремлением показать свою значимость и важность вот в твоих глазах. Понимаешь? Поэтому не переживай это все время, но вы справитесь. В итоге вот его мысли о тебе, они полны уважения, да, восхищение твоей способностью создавать домашний очаг. В его сердце живут глубокие искренние чувства, к тебе он хочет быть для тебя опорой, поддержкой, крепким плечом. Но в его действиях в ближайшее время будет напряжение. Он будет отстаивать свою позицию и доказывать свою значимость. и в такие моменты тебе важно помнить, что любой конфликт это возможность для роста ваших отношений. Споры и разногласия, они помогут вам лучше понять друг укрепить ваши отношения. Поэтому постарайся воспринимать его упорство как желание сделать ваши отношения лучше. И найдите оба компромисс. Понимаешь? И вот почему люди спорят? Потому что каждый хочет быть услышанным. Но если каждый будет не только говорить, но и слушать, то споры превратятся в диалог. А диалог превратится в понимание. Поэтому пусть ваши разногласия станут поводом для открытого и честного разговора, который поможет вам найти общий язык и укрепить ваши чувства. Поэтому сама не кипятись и просто выслушай его. Ну а потом, конечно, как выдайте раду, потому что ты все-таки троечка и ты пират. Поэтому как выдайте раду, что вот так и вот так и вот так. И возможно вы сойдетесь на том, что глава семьи все-таки будешь ты. Поэтому не переживайте. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о следующих раскладах. И обязательно напиши комментарий, понравился тебе расклад или нет. Я не очень сильно люблю расклады на отношения. Ну вот сегодня снял, потому что всем чатом решили единогласно про мысли, чувства, действия. Все, с вами был дед.